У Гомельской областной медико-генетичный центр шлюпы семья принял двухмиллионного наведывальника. Правда, у самой установки кажут, что это достаточно прикладная лечба. Тем более, что эффективность работы тут оценивается не колькостью пациентов. Олег Сентяров познайомился с работниками центра. У Гомельской областной медико-генетичный центр установка, которая в этом году в этом году открыта в 1992 году, и он различный на 100-годовый прием, прикладно 100 тысяч пациентов. Причем это не только те жарные женщины, это и семьи, которые ожидают, а по некоторых причинам не могут покойметь детей. Это и дети, которые уже родились, но имеют отхиление в здоровье. У самой установки кажутся, что тут готовы проймать в уголе кожного, кто имеет в этом потребу. Тем более, что главная задача медиков – это помочь семьям родить детей. По суспитной статистике, 15% без уменьшения медиков стать батьками не смогут николе. У Амаль кожный третий из таких семей после взорота до специалистов заявляется шанс. На приемах мы разбираемся, почему не получается забеременеть, вот это почему находим причины, пытаемся эти причины убрать с точки зрения и медикаментозно, и, если необходимо, лапароскопически. Размещенный у центра шлюбы семьи кабинет ультарагуковой диагностики ведомый усим женщинам, які арестовались до нарожения детей в опошние годы. У вугле такие аппараты сегодня есть практически у кожной больницы, але докладный диагноз дитяти, якою только починаю называться человеком, для медиков вышедший пилотаж. Цена махчамы помылки в таком разе, будучи життем. Каждая структура, каждая имеет свое название. Все это оценивается, читается, и видно, что здесь все сформировано правильно по всем структурам головного мозга. Личко, глазенки, губежка, подбородочек. Никаких тоже аномалий здесь нет. Сегодня у Гомельском медко-генетичном центре одночасово за обследованием можно отрывать перши фотосдымы к дитяти. По словах работников установы, от такой махчимости практически никто не отмывляется. Неколи гэта и немаляты скажуть перши ословы, потом зробить перши окроки. Быть батьком – это соправданное счастье, якое задержать пержасю от нас самих. Врожденные, наследственно обусловленные состояния, которые, в общем-то, приводят к бесплодию, к проблемам, связанным с репродуктивным здоровьем, конечно, тоже имеют место. Но это или, к сожалению, или к счастью, это очень маленький, так сказать, процент. Это небольшой удельный вес среди всех пациентов с подобной проблемой. Все-таки в большинстве случаев причинами бесплодия это причины так называемые приобретенные, которые во многом связаны с поведением. Олег Сентюров, Йоргин Макенко, телерадиокомпания «Гомель».